Что будет, если весь лед на Марсе растает? Станет ли это явление новым этапом жизни для Красной планеты? Смотря с какой стороны, посмотреть. Проведем для наглядности аналогию с нашей планетой. В этом нам поможет атлас снежно-ледовых ресурсов мира, в котором в том числе рассматривается гипотетический вариант, как будет выглядеть мир, если на планете растает весь лед. Общий объем льда на Земле 26 миллионов кубометров. Это около 2% земной воды. Основные массы льда сосредоточены в Антарктиде и Гренландии. Если допустить, что весь лед растает, то уровень мирового океана поднимется на 64 метра. Конечно, многие прибрежные районы будут затоплены, и десятки огромных городов по всему миру уйдут под воду. А это грустно. Если такие события на Земле не несут ничего хорошего для человека, то, может быть, для Марса станет спасением? Давайте разберемся. Для начала нужно установить, насколько льда находится на Марсе. За 4,6 миллиарда лет, прошедших со времен формирования Солнечной системы, климат на этой планете несколько раз необратимо менялся. Теперь на поверхности Марса жидкая вода не встречается вовсе. Причина этого давление марсианского воздуха на 95% состоящего из углекислого газа, которое составляет в среднем всего 0,006 земной атмосферы, то есть несколько меньше тройной точки воды. Тройной точкой воды называют строго определенные значения температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трех фаз – в твердом, жидком и газообразном состояниях. Следовательно, при современных условиях на Марсе не могут существовать открытые водоемы. И вода на планете содержится либо в толще грунта в виде вечной мерзлоты, либо в виде открытых льдов и снега, и, наконец, в очень небольшом количестве в газообразном виде в атмосфере. Поэтому любой водоем неминуемо бы замерз, медленно испаряясь под воздействием солнечного излучения. Как, например, известный кратер Королева. На фото видно, что этот кратер полностью заполнен замороженной водой. Кратер представляет собой большую 82-километровую выемку. Толщина льда может достигать порядка 2 км. Таких замерзших водоемов на Марсе, конечно, немного. А что можно сказать о грунте Марса? В нем находится огромное количество замороженных кристаллов. Это выяснил один из марсоходов, который подверг нагреванию почвы. В процессе заметили испаряющуюся влагу. После были проведены массы тестов и опытов. В конце концов, был сделан вывод, что в кубическом метре грунта содержится около литра воды. А это означает, что примерно 2% почва Марса содержит воду. Что касается исследования более глубоких слоев грунта, добытых путем бурения в районе пещер, обнаружено соединение карбонатов и других минералов с содержанием глины. Это позволяет предполагать, что жидкая вода на Марсе также была в виде грунтовых вод. Длинные ветвистые углубления на поверхности планеты, сфотографированные со спутников, вполне могут оказаться высохшими руслами глубоких рек. Вечная мерзлота превратила всю воду в лед, под которым и сейчас предположительно скрываются огромные ее объемы. И все же единственный известный резервуар водяного льда остается Северная полярная шапка. Южная состоит в основном из замерзшей углекислоты. В летний период температура Северной полярной шапки не опускается ниже 70 градусов по Цельсию. Это исключает возможность устойчивого существования на шапках льда СО2. Приблизительные оценки дают скорость отложения порядка 0,1 мм в год. А это означает, что 10-метровый слой накапливается за 100 тысяч лет. Это совпадает с оценками цикличностей марсианского климата, связанных с процессией оси вращения планеты. В разгар весны полярная шапка имеет поперечник около 1500 км. Толщина льда достигает 3,7 км. Это около половины ледяного купола Гренландии или 4% от запасов воды в антарктическом леднике. Каждое лето, когда температура на планете повышается, эти шапки немного уменьшаются, так как часть воды переходит из твердого состояния газообразная. Да, получается, что Марс отнюдь не каменная планета. На ней относительно большие запасы льда. Но правда в том, что нет причин, чтобы весь лед на Марсе начал вдруг таять. Но если бы это произошло, то поверхность Марса покрылась бы слоем воды примерно 7 метров. На самом деле это немного, ведь даже с полюсами и полностью расплавленным Марсом это было бы намного более сухое место, чем Земля. Более того, эти несколько метров начали бы конденсироваться в кратерах по всей планете. И, конечно, нет. На Красной планете не будут расти марсианские яблони. Это будут хоть и жидкие, но все же мертвые водоемы, которые в конце концов испарятся. Ведь без атмосферы нет шансов достичь необходимой температуры, чтобы вода всегда оставалась жидкой, а уж тем более образовала бы облака. Так что даже при изобилии воды Марс в нынешних условиях уже не оживить. Удивительно, но когда-то на Красной планете существовали океаны из жидкой воды. Об этом свидетельствуют характерные рисунки речных пойм, покрытых обширной сетью высохших каналов. Они наблюдаются всеми космическими аппаратами, работающими на марсианской орбите. Посадочные модули и марсоходы, изучающие поверхность Марса, также обнаружили характерные минералы, образующиеся лишь в присутствии жидкой воды. Примечательно и то, что на Марсе существуют две самые крупные береговые линии, каждая в тысячу километров длиной. Одна осталась от Аравийского океана, другая от океана Дейтиронилус. Возможно, что океаны покрывали до трети всей его поверхности. Интересно и то, что береговые линии марсианских океанов были не совсем похожи на то, к чему мы привыкли на Земле. Берега наших морей и океанов сформированы приливами и отливами, которые из-за отсутствия достаточно крупного спутника на Марсе не могут идти. Кроме того, основную ответственность за наполнение земных океанов водой несет конденсация атмосферной влаги. А на Марсе ее источником служили мощнейшие потоки, намного больше даже самой полноводной земной реки Амазонки. А из-за холодного климата вся поверхность этих океанов была, скорее всего, покрыта льдом, поскольку атмосфера здесь чрезвычайно разряженная. Сильные волны на океанах вряд ли поднимались, а лед был очень ровным. И тем не менее, когда-то на Марсе существовала атмосфера. В этой атмосфере должно быть присутствовал не только углекислый газ, азот и водород, но и еще одно вещество, которое уже находили на Марсе – метан. Но затем, по каким-то причинам, Марс начал разрушаться. Почему? Напишите в комментариях, что думаете об этом. Но будем надеяться, что марсиане и их семьи успели покинуть Красную планету. Сегодня же плотность Марса недостаточно сильна, чтобы поддерживать H2O в своей атмосфере. Поэтому любая жидкость уже заморожена, либо просочилась в космос. Из года в год процесс повторяется вновь и вновь. Лед на планете Марс переходит из твердого состояния в газообразное, а затем вновь сублимируется, минуя жидкую фасу. И похоже, это надолго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...